здравствуйте дорогие художники и любители живописи вы на канале яркие картины я наталья ширяева художник сегодня я вам хочу показать две свои новые работы два натюрморта в стиле прованс и еще расскажу вам кое-какие свои творческие новости у меня тут несколько увлечений появилась но не могу сказать что совсем новых но возможно на своем видеоканале я еще о них не рассказывала и так сейчас я вам покажу картины а потом я вам еще расскажу о своих увлечениях вот два натюрморта в стиле прованс который я вам хотел сегодня показать сейчас я вам покажу их более детально вот эта картина у меня была 1 написано она у меня на холсте натянутом на подрамник написано она в основном вся кистью немного я использовала здесь мастихин вот кое-где видно что объем создан у меня мастихином именно но в основном в начале как бы всю прописку я делала кистью и довольно тонкой кистью вот но потом не смогла обойтись без того чтобы проработать это все мастихином потому что хотелось все таки какого-то объема живости который мастихин придает и получился в итоге такая у меня работа мне очень хотелось атмосферу уюта и такого дома знаете дома который создан с любовью такого интерьера который вид из которым верить вот таким домашним домашним всем вот это мне хотелось заложить такой посыл в эту картину картина форматом у меня 40 на 60 сантиметров масляными красками она написана видите сами какая-то гамма она такая очень мягкая не не много бы знаете и с одной стороны вроде бы и яркая но в то же время она не такая не особо кричащая то есть цвета так как мы подбирались с учетом того чтобы все вместе это смотрелось вот именно в этом стиле этот стиль прованс он сам по себе такой не яркий не очень броски возможно мне удалось все-таки какое-то придать этому стилю да свое свои черты того что все таки я люблю достаточно яркие цвета но я себя сдерживала я старалась на нюансах в плане цветового решения здесь работать но я довольна чем получилось тем что получилось и я решила сразу же написать практически сразу еще одну работу в этом же стиле в похожей цветовой гамме но вторая работа у меня возникла все-таки в мраморной моей техники на арголите сейчас я вам эту картину покажу сейчас тоже следом сразу вот такая вот картина тут уже наверное больше виден мой индивидуальный подход как художника именно в том что фонду сделан авторской мраморной техники по которой у меня есть подробные мастер-классы вот про мастер-классы я там еще чуть позже вам скажу отдельно вот вначале у меня родился фон и из цветовой гаммы фон у меня дальше как бы плясала вся картина обе картины у меня уникальные они написаны по моим собственным эскизом я конечно какие-то мотивы я брала уже готовые но вся композиция создана была индивидуально для каждой картины и в итоге получились вот такие вот две работы самобытные эта картина она у меня наверное больше более яркая немного она в ней больше цвета и само разнообразие цветовой здесь как-то по-моему побольше последним штрихом у меня вот такая вот кружевная скатерть на этой картине появилась совершенно спонтанно ее не было не была она у меня задумана вообще по эскизу я вдруг увидела что если это будет просто линия стола то это будет не так интересно и мне захотелось вот а такой сделать намек на кружевной узор и в той и другой картине у меня есть розы есть лаванда здесь вот у меня еще есть такие чашечки сервиза с розами можно сказать что это в винтажном стиле в интерьер в стиле винтаж это бы картина хорошо подошла она тоже размером 40 на 60 сантиметров а как и предыдущие написано полностью масляными красками вот так вот выглядит моя техника мраморная вблизи до при ближайшем досмотрении вот интересно она дает фактуру и сочетание цвета вот эти картины у меня еще не проданы вот вы можете перейти и не посмотреть их в моем интернет-магазине прицениться цены сейчас я оставлю невысокие на картины потому что заинтересована картины пересылать продавать непосредственно отсюда где я сейчас нахожусь из Таиланда вот вообще мне кажется эти картины они бы вместе смотрелись очень хорошо то есть если бы они висели в одном помещении в одном интерьере то есть они с одной стороны вроде бы разные да то есть как бы вот вот эта правая работа на смотрится как-то более контрастно а вот левая работа на мой взгляд она как бы больше на нюансах вся строится но по гамме они очень близки друг другу и по содержанию скажем так смысловому тоже но в то же время как бы больше отличаю в чем-то отличаются да то есть это правая работа мне кажется более графичная левая работа более живописная такая вот такие вот картины также мне хотелось сейчас еще упомянуть про продажу картин из Таиланда я хочу напомнить зрителям что мои картины из Таиланда продаются по более дешевой цене нежели картины которые находятся в россии потому что я заинтересована в том чтобы как много как можно больше картин продать прямо отсюда так как вести мне их с собой в чемодане в россию и так уж просто каждый год получается и в этом году я решила направить свое усилие на то чтобы картины продавать непосредственно из Таиланда и надо сказать что уже большая часть моих картин которые я здесь написала за получается практически месяц вот уже месяц я нахожусь в Таиланде большую часть картин у меня уже продано но осталось еще по моему две или три работы ну и вот эти вот натюрморты которые у меня сегодня были представлены может быть я даже кстати вру возможно у меня не продана осталась только одна работа со слоником работа картина на аффирмация на движение к своей мечте на реализацию своей мечты так что переходите пожалуйста в мой магазин на ярмарке мастеров выбирайте себе картины у вас есть очень хорошая возможность купить мою картину достаточно за небольшие деньги и я хотела поблагодарить своих покупателей тех кто меня смотрит на ю тубе и поблагодарить покупателей моих мастер-классов сейчас на мастер-классы у меня очень хорошие скидки можно купить оптом сразу несколько мастер-классов первый мастер-класс стоит 300 рублей второй стоит 200 рублей третий мастер-классы все последующие я продаю по 150 рублей если вы уже покупали у меня когда-то мастер-классы то вы можете прийти и выбрать за более дешевую цену те мастер-классы которые вам еще интересны и смотрите пожалуйста по ссылкам под видео и по ссылкам которые появляются на экране переходите смотрите выбирайте мастер-классы и смотрите мои новые картины вот ну а также сегодня я хотела еще рассказать о том чем я здесь занимаюсь чем я здесь увлекаюсь у меня действительно после переезда из россии в таиланд появились новые увлечения но одно из этих увлечений творческая и я им увлеклась уже перед отъездом в таиланд это изготовление украшений ну это не коммерческое мое увлечение это мое как бы хобби и я много лет уже этим увлекаюсь я впервые стала делать себе украшения из бусин из бисера наверное лет двадцать назад когда я еще училась в институте и и у меня дома очень много различных приспособлений для этого то есть и буллой бусины и бисер и различные застежки там в россии были и я в какой-то момент вот перед отъездом в таиланд у меня было много свободного времени потому что я уже перед за неделю где-то перестала писать картины вот и ну так как я бы уже их не успела до сушить уезжая вот и ну наверное нет наверно поменьше даже может быть дня 45 я вот посвятила тому что я делала себе новые разные бусики мне это очень нравится мне нравятся вот эти тактильные ощущения когда возишься с бусинами потом это тоже тренирует вкус это интересно ну и я собиралась ехать в таиланд решила почему бы из того что у меня уже есть дома да не сделать себе каких-нибудь новых босс и принципе я в них уже снимала видео но сейчас еще отдельный хочу показать вот ну я сейчас вам покажу вот вот эти вот двое бус я сделала я покажу поближе вот такие бусы я сделала они достаточно простые вот эти вот бусики были в россии еще когда находилась вот это вот у меня бусики из гематии там такие квадратики гематии это черненький черненький такой блестящий камень натуральный вот и интересным так получилось что в принципе и когда я выбираю себе одежду я всегда выбираю что то такое получается что нам у меня подходит либо под бусы уже существующие либо когда я делаю бусы я не думаю о том какая у меня есть одежда потому что получается что в принципе я созвучные цвета выбираю и когда покупаю бусины отдельные и когда покупаю себе одежды поэтому у меня получилось так что все под все подходит вот надеюсь таиланде еще случилось одно приятное событие у меня же есть подруга марианна которая здесь живет постоянно и вот она отдала мне очень много ненужных своих бусин и бисера она сама изготавливала много украшений свое время у нее есть видеоканал даже по с мастер-классами по плетению из бусин арт-мастер марианна ее канал называется вот она сейчас немножко переключилась на другие увлечения она ведет канал по реализации намерения по реализации мечты и она мне целую огромную коробку отдала этих бусин которые у нее за последние пять лет жизни в таиланде скопились и для меня это был такой богат я просто рассказала что я в россии последнее время вот занялась вот этими вот вещами и я уже по из-за вот этой коробочки там разобрала все и сделал еще себе несколько украшений вот одни украшения я сделала вот такого плана вот мне нравится что тут присутствует еще этнические бусины она вот эти вот бусины цвет морской волны перламутровая это я купил дополнительным вот встретились мне причем магазине для художников интересно вот и я сделала вот такие бусы и к бусам я еще сделала себе вот такой браслет на резинке он тоже как бы из таких же сочетания бусин вот и вы знаете мне настолько это нравится настолько это увлекает а это какой-то можно сказать такое не знаю самозомбирующие занятия ковыряться вот в этих во всех бусинах подбирать различные сочетания вот я этому ужасно рада потому что там вообще очень творческий человек да и вот в моей жизни часто какие-то творческие увлечения они вот друг друга сменяют как-то заменяют потом они исчезают потом опять возвращаются спустя сколько-то лет и вот я рада что сейчас ко мне вернулась вот это мое увлечение вот понятно что в таиланде здесь такой климат такая погода что принципе благоприятствует ношение украшений круглый год да и наверное это мне еще как будто моё творческое вдохновение стимулирует ну понятно дело что я тут и гардероб в какой-то степени обновил не в какой-то степени очень большой степени вот еще у меня есть одно увлечение но я не знаю насколько она творческая ну вот для меня но очень творческая я наконец-то вернусь своей старинные старинной мечте которые я уже пыталась воплощать но временно ее отодвинула изучить испанский язык дело в том что после путешествия в испанию у меня вот это вот появилась мечта выучить испанский язык начать его понимать хотя бы в какой-то степени но для меня это даже не цель для меня это вот такой увлекательный процесс потому что мне ужасно ужасно нравится как звучит испанский язык и мне он кажется очень простым мне кажется он очень понятным и он вызывает вы знаете какие-то вот отклик в душе как на музыку я не знаю почему так вот английский язык например я не люблю я не люблю и я и я его до сих пор не очень хорошо знаю несмотря на то что я уже там седьмой год зимую за границей да за то что несмотря на то что я достаточно много путешествую за границей вот туда какой-то степени я его изучила до необходимости да как-то так минимально объясняться чтобы решать какие-то вопросы за границей но у меня нет ни желания ни потребности изучать английский язык больше несмотря на то что на нем говорит ну сейчас уже объясняется да между собой весь мир мне он не нравится как он звучит мне он тяжело за тяжело запоминаются слова мне не нравится произношение мне кажется что он настолько не близок к русскому языку насколько только вот я не знаю может не близок быть язык но только может быть китайский и тайский язык сложнее вот потому что там еще как бы тональные языки там и помимо того что произношение очень странно еще и как бы надо интонации голосом делать вот а испанский язык он меня просто покорил вот как звучат слова то есть в каждом слове есть какое-то знаете для меня это что-то такое очень темпераментно это что-то очень такое знаете сама такое содержащие много вот мне очень нравится как звучат испанские слова выражения с которыми они произносятся очень нравится что они у меня вызывают ассоциации очень яркий то есть для того чтобы запоминать слова не приходится как-то вот очень сильно напрягать голову каждое слово вызывает кучу ассоциаций вот и именно таким образом я взялась его учить я завожу карточки я пишу испанские слова и я посмотрела на ю тубе такой способ можно составлять предложение русские и вставлять иностранное слово это предложение вот например слово аблар испанское означает говорить и там такой пример приводится он такой говорун он аблар без перерыва и как бы когда ты запоминаешь это предложение да то у тебя как бы лучше впечатывается смысл этого слова вот таким образом я сейчас изучаю испанские слова я очень много слушаю на досуге вообще речи испанской слушаю как звучат там глаголы с переводами то есть принципе я включаю на ю тубе какие-то ролики которые помогают и чел изучать испанский язык без вот такого напряжения которое у меня в свое время вызывало изучение английского языка то есть у меня для меня изучение испанского это просто знаете как какой-то хобби которые вот если раньше я слушала аудиокниги параллельно каким-то домашним делам или когда я занималась живописью то сейчас я вот включаю точно также какие-то уроки по испанскому и они параллельно звучат я параллельно произвожу слова и что-то делаю там бусины свои собираю или пишу картины вот и но самое интересное как она меня это действует то есть я так как у меня нет никакого целеполагания в этом вопросе то есть я там не планирую переехать жить в испанию и в принципе даже у меня ближайшем обозримом будущем нет планов по путешествия вот то есть мне было как бы чисто эмоционально мне бы этого хотелось на планов я никаких не строю вот сидеть еще в испании но для меня просто вот звучание самой испанской речи она мне очень сильно поднимает настроение она создает какой-то знаете какой-то такой фон очень позитивный фон и я не знаю это чудеса как это на меня действует но когда вот это вот параллельно я слушаю повторяю мне кажется что я я какая-то не такая то есть я чувствую кем-то другим кем-то новым кем-то таким темпераментным ну как бы я в общем то наверное так темпераментная вот но я как будто бы вот знаете как будто бы актриса которая играет испанку вот так я себя ощущаю когда я повторяю эти слова и я этим очень сильно поднимаю себе настроение вот вот такое у меня увлечение вот я не ожидала для себя то есть я действительно давно уже хотела я периодически слушал какие-то уроки по испанскому но именно вот эта волна волна эмоциональная до которая началась несколько дней назад это длится в принципе не дольше недели пока мое увлечение вот но она это именно как бы создает такой мощный эмоциональный как бы позитивный фон вот возможно потому что здесь а у меня общение не очень много до в таиланде то есть у меня одна подруга и и семья и я еще общаюсь по skype с родственниками с друзьями из россии вот собственно и все то есть иностранцами принципе меня тут ни с кем дружеских отношений нет то есть соседи какие-то но соседями только здороваюсь вот ну и в принципе могу ну нет у меня почему-то нету вот у многих кто живет за границей и желание там заводите знакомства с тем кто говорит по-английски да и английский свой тренировать я несколько раз пыталась это делать но я это пыталась делать не потому что у меня из душе это шло я это пыталась сделать потому что как бы так делают все кто живет за границей и потому что так надо вот я понимала что мне интересно но не идет то есть не вызывает из меня чувство какого-то вызывает это все знаете принудиловки вот я больше всего в жизни принудиловку не люблю и так как я большую часть жизни себя что-то заставляла все время делать согласно тому как меня воспитывали а потом стала себя от этого изучать когда поняла насколько мне это вредит то сейчас я вот очень рада что я нашла для себя какое-то такое да за интересное занятие связано с языками которое может быть полезно в будущем у меня есть какое-то такое интуитивное чувство что в будущем не пригодится знание испанского языка вот но при этом это без всякой принудиловки это не происходит не потому что так надо и не потому что это полезно а потому что мне вызывает это бурю просто позитивных эмоций ну а если немножко фанта пофантазировать как бы мне мог пригодиться ну во первых мне очень интересна южная америка и в южной америке все говорят там португальский испанский да ну португальский язык похож на испанский вот возможно когда-то там я когда-нибудь я смогу и там португальский лучше понимать да и возможно изучать я не знаю вообще португалию интересно мне было бы сидеть вот и я вот как-то для себя думаю что южную америку мне было интересно посмотреть одни мои друзья из воронежа ездили в несколько стран южной америке венесуэлу и еще я не помню точно но вот они сказали что по английски там никто не говорит и что то что они не знали испанского это конечно было очень плохо потому что были такие ситуации дурацкие что они вообще просто не могли объясниться только потому что португальский испанский язык он на слух на русский лучше воспринимается они как-то немножко там могли объясниться наполовину на пальцах наполовину как бы догадываясь по смыслу значение слов вот ну и плюс люди конечно же там хорошие им помогали то есть без знания языка как там устроиться вот и я для себя тогда еще отметила что в принципе к знанию английского даже вот тому возможно недостаточно глубокому моему бы знанием да хотя бы на таком же уровне знать испанский было бы неплохо вот потом например я слышала что итальянский язык очень похож на испанский в общем я решила что это такое хорошее увлечение которое может действительно быть мне полезно вот и все это вместе так знаете мне как-то так задорит поднимает мне настроение вот поэтому вот у меня так такое новое знаете хобби я решила с вами им поделиться возможно возможно кого-то вдохновлю тоже изучать какой-то еще иностранный язык возможно многие люди кстати комментируют мне что вот тоже английские знать не хотят и много раз пытались но не то что не хотят а у них не получается его учить вот как-то не идет да то есть как какое то есть знание но вот когда глубже не идет не нравится вот вот у меня вот так вот как-то складывается то есть я в принципе вообще не полиглот ни разу то есть у меня склонности к иностранным языкам никогда не было ну я училась в школе там на в институте изучала английский потому что так было нужно потому что все надо было изучать не могу сказать у меня шоу что у меня шоу очень хорошо ну там были мягкие четверки там пятерки но вот как бы душевного такого к нему меня не было никогда расположение и возможно еще потому что вот несмотря на то что я знаю много слов могу сама хорошо выразиться с пониманием проблемы то есть вот это вот то что все сливается в такую такую как бы неудобоваримой для моего слуха как бы волну вот эти вот английские слова да в предложении они у меня как-то не вычленяются вот когда я слушаю испанскую речь у меня ухо выхватывает отдельные слова возможно вот это вот еще та разница которая мне как-то как сказать спады сподвигло до начать изучать испанский вот такие вот интересные вещи вот а так еще расскажу вам из того что у нас тут происходит ну во первых у нас было несколько дней ужасная совершенно погода хуже может быть погода только я не знаю какая может быть какая-то вьюга когда нельзя выйти из дома вот ну хотя в принципе из дома и нам было трудно выйти до нас даже дошли отголоски тайфуну который прошел во вьетнаме и вот я слышала в ничанге там даже смотрела видео много чего там понаворочил а для нас до нас дошло в форме таких проливных и ливней тучи ходили и вы знаете здесь такая особенность когда идут дожди при этой температуре там градусов 25 25 до 30 это вызывает ужасную влажность влажность такой степени высокая что в доме все покрывается знаете такой как красой да то есть вот в доме полы сделаны из керамогранита и тут вообще из плитки в основном все полы делают во всех тайских домах именно из-за влажности чтобы меньше плесени заводилась и вот на этом керамограните на холодном выпадает роса то есть вот по дому в принципе ты начинаешь там скользить и это невозможно от этого избавиться потому что ты вытираешься там сушишь ты включаешь кондиционер там на просушку помещения но если ты за просушить может только если ты все закрываешь все окна все двери если ты закрываешь все окна все двери в этом климате начинается ощущение что ты задыхаешься но не знаю возможно если его помещения были больше в доме может быть как бы это ощущение не было на меня ощущение совершенно вот тяжелая поэтому окна все равно должны оставаться в какой-то степени открытыми и когда они открыты влажность приходит по новой то есть избавиться от нее невозможно а потом висит постоянно в воздухе запах плесени все это висит не только в помещениях это везде на улице в магазинах то есть на самом деле в этом климате плесень раздражается со страшной силы и в доме постоянно приходится с этим бороться в этом году нам еще повезло у нас домик стоит не очень сильно прикрыты деревьями и поэтому когда выходит солнце стены прогреваются и он как бы просыхает естественным образом и у нас там в этот раз нет запаха никакой плесени в шкафах но вот все предыдущие годы это был совершеннейший кошмар а некоторые годы настолько не везло что там просто постоянно приходилось все там промывать и это очищает но вы знаете справиться с этим невозможно есть такой климат в котором просто это как бы совершеннейшая такая проблема и она везде вот и еще невозможно совершенно высушить выстиранная одежда то есть она не сохнет никак и нигде то есть если только вот ее непосредственно под очень холодных холодным дующий кондиционер повесить то она как-то там немножко еще просыхает если нет солнца идет дождь и вот эта влажность это все полный полный не знаю абзац по-другому просто не знаю как сказать вот то есть вся одежда какая-то постиранная она начинает уже через несколько часов пахнуть вот все той же плесенью то есть вот это вот такой запах отвратительный совершенно и если там не за феном как-то и не досушить то это просто превращается в такое что это потом вообще никак не астирается запах вот и вот у нас такие было несколько дней и надо сказать вот это вот сильная влажность вот эта пасмурная погода проливные дожди очень действует угнетающим очень плохо действует на здоровье то есть физическое самочувствие в такие дни становится очень нехорошее и на меня очень сильно подействовало вчера например мне вообще пришлось практически весь день провести в лежачем положении под сушащим кондиционером потому что как только я выходила а вот из зоны вот это вот высушенную воздух у меня просто просто очень сильно плохо физически становилось у меня ну и в прошлом году тоже в принципе такое было но не это не говоря про том что там и отечность и как бы другие всякие явления там а если люди в этот период начинают там какое-то молоко там употреблять или что-то там не знаю мучное то что обязательно начинается ходить насморк а и поэтому дайте как бы многие несмотря на теплый климат очень сильно страдают кашлем насморком это просто такое повальное тут явление вот поэтому приходится следить там в такой погоду очень сильно ограничивать себя вообще в разных образные идеи и выход так что знаете все специфика такая климата она тоже со своими скажем так заморочками проблемами вот если в россии там зиму не зимой этом осень так и начинается отопление очень сильно сухое воздух и от этого тяжело в помещении в принципе находиться с батареями приходит все время все увлажняет им вложителем то тут вот как бы наоборот вот эта избыточная влажность она она как бы дает свои специфические плоды вот что еще происходит в творческом на плане что немножко в сторону отошла у меня есть несколько идей по новым картинам но сейчас я получила заказ и очень интересный заказ по картине и легенда единороги старая моя работа она была продана уже нет я саму основу как бы исходную картину я не продаю 40 на 40 она меня я писала по ней год назад на заказ картину другие в другом формате 40 на 50 и вот в этом году и сейчас мне тоже заказ 40 на 50 до картина для очень приятного человека заказчицы которая заказала для своей дочери взрослой эту картину со смыслом с подтекстом для того чтобы я так понимаю чтобы она ну принесла больше радости света и удачи в жизни в принципе все мои картины они несут такой потек с внутренней да потому что процессе у меня всегда идет идет такое возвышенное состояние да на фоне возвышенного состояния эти картины пишутся и наверное поэтому люди говорят часто что глядя на мои работы у них улучшается настроение у них по поднимается жизненный тонус до появляется желание творчества то есть часто говорят что когда смотрят мои видео я показываю свои картины у людей после этого какое-то непреодолимое желание просто творить возникает выход мне интересно это слышать и очень это приятно потому что ну наверное каждому человеку который увлечен своим делом важно чтобы его плоды его трудов да они давали людям радость чтобы не давали людям позитив и несли какой-то смысл до улучшали эту жизнь вот так же и мне это тоже очень приятно я рада что много людей заряжается от моих картин много людей вдохновляется от моих картин вот интересные новости также что вот у меня было не так давно еще за продажи картин за рубеж состоялась три картины уехали в литву вот сложно было решить вопрос переводом денег потому что человека не было paypal и вот как-то так решали решали в итоге человек сам решил что перевел деньги на western new union вот то есть такой только способ нашелся потому что перевести из-за границы допустим на русскую карту сбербанка сбербанка деньги невозможно вот paypal не у всех есть и не все хотят его заводить то есть у нас он есть у меня он есть вот но не у всех есть кто хочет купить картины картины отправлял из россии мой папа три картины начать женщина это хотела купить две картины но потом пока в процессе пока она пыталась перевести деньги это длилось не один день и она решила еще одну картину добавить в итоге три картины уехала лету были уехали в литву они доехали благополучно я на никаких справок естественно них не оформляла поскольку у меня даже в россии не было в это время вот мой папа упаковывал их их отправлял и вчера пришло сообщение от покупательницы что она очень ими довольна вот я посмотрела где находится место картины отправились в ней не рингу или не рингу я не знаю как это правильно звучит вот очень красивый городок приморский на курской косе вот интересное место и я вспомнила свои поездки в калининград давным-давным-давным-давно я ездила туда в командировку когда еще работала по найму в области дизайна интерьера наша фирма там строила отличие реконструировала гостиницу на курской косе вот я жила в калининграде две недели это был очень такой знаете период моей жизни интересный который мне запомнился поскольку энергетика этого города она такая знаете необычная была тогда я еще никогда не бывала за границей я впервые почувствовал вот это что это такое дух как бы не раз не российский аду как бы европейский да вот так вот это все я почувствовал в калининграде и вот наверное вот эти все события связаны с продажей картины в литву также на пригласили туда приехать ну на самом деле сейчас последнее время очень много приступает приглашение приехать в то или иное интересное место вот если раньше мы мне приходилось придумывать куда бы мне поехать а сейчас очень много людей приходит от моих покупателей от поклонников от зрителей вот и у меня как и вот этот все связалось и я в очередной раз думал о том чтобы съездить бы надо в следующем российском сезоне вот весной мы вернемся в россию съездить в калининград у меня в калининграде есть интернетная подруга с которым уже много-много лет общаемся она тоже веб-мастер она тоже творческий человек она батиком занимается она также сайты ведет вот ирена привет если смотришь я думаю что она смотрит наверное что она часто комментирует ну и как мы списываемся так еще общаемся вот я задумалась что наверное я бы хотелось ездить калининград после того как картины дошли в литву мы с папой созванивались еще по ватсапу и вот как бы разговаривали он порассуждал про поездка в литву когда-то он там бывал в командировках вот я сказал что нас уже давно и в калининград зовут в гости и побывать там и вот мы как-то с русланом опять эту тему обговорили решили что надо наверное следующем году эту мечту осуществить от поездки в калининград соприкоснуться с вот этим духом балтийским да вот и так вот интересно все взаимах связано получается в жизни да то есть казалось бы я занимаюсь живописи но идеи про другие да вещи интересные они приходят как-то даже так взаимосвязи с моей деятельностью живописный вот так дорогие зрители на этом наверное я это видео завершу поскольку говорить я могу конечно еще долго 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 вот ну как бы надо наверное закругляться всего вам хорошего заходите в мой магазин выбирайте картины выбирайте картины из таиланд выбирайте картины из те которые в воронеже находятся приобретайте мастер-классы с очень хорошими скидками очень выгодными опытом приобретайте приобретайте по одному всего доброго творческого вам настроения подъема и успешной занять успешных занятий живописью до свидания и